О необычном угоне нам расскажет наш коллега Максим Селиков. Макс, привет! Ну, обычно машины угоняют с помощью специальных устройств, а в этот раз, как я понимаю, обошлось без них? Привет, друзья! На самом деле, подобной схеме угона я и сам был удивлен. Вот о таких случаях я еще пока не рассказывал. Кстати, попасть в подобную ситуацию может абсолютно каждый, поэтому рекомендую слушать внимательно, ведь кто предупрежден, тот вооружен. Итак, жительница столицы решила продать свою машину, разместила в интернете объявления. Естественно, появились клиенты, и вся история началась с одного из них. За день до пропажи авто к ней под видом покупателя приходил мужчина. Он попросил ключи автомобиля якобы для проверки ее ходовых качеств. Но со слов женщины просто покрутил их некоторое время в руках, затем ей вернул. На тот момент потерпевшей это не показалось странным, но на следующее утро, обнаружив пропажу своего Volkswagen, она внимательно осмотрела ключи и поняла, что они подменены. Но первые подозрения пали на того самого покупателя, который вертел ключи. По мнению сыщиков, угонщик умело подменил их на другие. А с наступлением ночи спокойно открыл машину, сел в нее и уехал. Скрылся вор довольно грамотно. Сыщикам понадобилось больше недели, чтобы выйти на его след. Девять дней похищенную машину не удавалось разыскать. Но в результате сложных оперативных комбинаций и технических мероприятий муровцы вышли на след предполагаемого вора. Во дворах домов на улице Дмитровской шоссе сыщики обнаружили автомобиль потерпевшей. Установив за ней круглосуточное наблюдение, они стали ждать, когда за автомобилем придут. Предполагаемый вор появился через сутки, когда оперативники попытались его задержать. Он оказал отчаянное сопротивление и в результате уехал на краденой машине. В погоне за ним полицейские проехали пол Москвы от Дмитровского шоссе до Берилева. Уже здесь, во дворах, беглец не справился с управлением и разбил краденое авто, сбив несколько деревьев. А потом и вовсе пытался скрыться уже на своих двоих. Несмотря на все попытки сбежать, оперативники его все же догнали. Полицейские выяснили, что задержанный уже трижды судим. В его криминальной биографии самоуправство, нападение на сотрудников в СИН и квартирная кража. Однако даже в этих подвигах мужчина не признался. Как предполагают оперативники, эта кража, скорее всего, не первая. Вот так, друзья, в вопросах купли-продажи автомобиля обращать внимание нужно не только на продавца, который может продавать и краденую, и битую, но замаскированную машину. Покупатели, оказывается, тоже заслуживают не меньшего внимания. Если уж дали кому-то в руки ключи, проверьте, свои ли вы получили обратно. И не появилось ли на них каких-то повреждений. Коллеги. Да уж, всегда нужно быть начеком. Спасибо, Максим. С нами на связи был наш обозреватель Максим Селиков. Сегодня в отечественном футболе официально открылась транспортная...